Девушки отдыхают Как вы думаете, классический вопрос, что было сначала, яйцо или курица? По вашим голодным лицам я прямо вижу, что курица, причем жареная. А теперь посмотрите на правильный ответ. Здесь представлены все современные рептилии. Курица появляется где-то вот на этой веточке. А в самой основе, давным-давно на эволюционном дереве, уже было яйцо. Так что яйцо было первым. Вообще, динозавры — это предки куриц. И недавно вышла замечательная статья чилийских ученых, которая показала, как они ходят. Они тоже прямоходящие, как и люди. На самом деле, это сложный вопрос. Как ходят, например, курицы? Ну, как-то вот, примерно, вот так. Как ходят динозавры? Очень просто. Берем вантус, присоединяем его к гузке и начинаем ходить, как динозавры. Ну что ж, про динозавров мы все поняли. Серьезно, очень научная работа, рекомендую прочитать. А мы переходим дальше. Я покажу вам, что мы ничем не отличаемся от этих маленьких зелененьких человечков. И докажу вам сегодня, что мы рептилии за пять шагов. Шаги будут классические. Первый шаг — это отрицание. Второй — гнев. Третий шаг, естественно, торг. Четвертый — депрессия. И, наконец, принятие. Я надеюсь, что вы вместе со мной сегодня пройдете эти пять шагов. И не остановитесь на депрессии. Первое доказательство будет генетическим. Сравните ациты рептилий и человека. Они практически ничем не отличаются, кроме скорлупы, которая у человека называется блестящая оболочка или зона пилюцида. Для того, чтобы сделать из скорлупы рептилий скорлупы у человека достаточно одного гена. Я докажу вам это примером с другим геном. Есть такие рептилии, которые теряют хвост. Но не то, чтобы они его теряют где-то там в черной сумочке. Если поискать в черной сумочке, сложно, но найти его можно. Нет. Некоторые рептилии теряют хвост вообще. Вопрос в том, когда это произошло. Когда произошло — это очень важное событие в нашей жизни. Это произошло 25 миллионов лет назад. Наши предки, часть наших предков хвост сохранили, а часть осталась ни с чем. Мы с вами — представители потомков тех неудачников, которые хвост потеряли. Как это произошло? В интерон гена без хвостности строился левый кусок ДНК и все поломал. Вообще, с хвостом очень сложная штука. У змей непонятно, где находится хвост. Например, у нас, у людей, наверное, был бы хвост где-то вот здесь. Но у змей непонятно ни где ноги, ни где хвост. Ученые до сих пор бьются над этим вопросом. Ну и последнее про хвост. Посмотрите на эту картинку. И пока я говорю эту фразу, за три секунды скажите, какое наиболее масштабное, глобальное отличие между обезьянкой и Харали Квинн? Безусловно, это отсутствие хвоста у Харали Квинн. Ну и, наконец, второе доказательство. Палеогенетическое. От греческого палео, кладбище. Сравните скелеты рептилий и человека. Справа находится скелет человека, а слева скелет рептилий. Как вы видите, они ни капли не отличаются. Ну или, может быть, на самом деле, слева скелет человека, а справа рептилия. В общем, я и сам запутался. Морфологическое доказательство. Посмотрите на этих двух змей. Они греются на солнышке. Они такие клевые. И не только они. На следующем слайде вы видите представителя рептилий женского пола с типичной кожей. И, наконец, представителя рептилий мужского пола также с типичной кожей. Лингвистическое доказательство. Серия доказательств. Бушмены пустыни Клахари до сих пор говорят на щелкающем языке, как и в предке. Некоторые известные нам личности до сих пор способны разговаривать на языке змей, своих предков. Мы с вами иногда льем крокодиловые слезы. Причем крокодилы не плачут человеческими слезами. И, наконец, в языке сохранилось выражение «Ползет, как черепаха» про тех, кто мешает движению. Ну и, наконец, последнее, пятое медийное доказательство. Если вы спросите любого человека на улице, он вам расскажет про рептилоидов с планеты Нибиру, которые прилетели и поработили землян. И это правда, это не фейк. Как вы знаете, сейчас фейки все запрещены. А федеральный канал не стал бы врать. Телевизор не врет. Ну и, наконец, еще с 80-х годов некоторые отдельные личности уже признавали, что они крокодилы, как, например, знаменитый австралийский крокодил Данди. Ну и, надеюсь, что я доказал вам, что люди — это рептилии. Вы можете сказать, ну да, некоторые сумасшедшие доценты НГУ считают, что люди — это рептилии, это все ерунда. Нет. В 2013 году 12 миллионов американцев уже знали, что людьми, а именно американцами, управляют рептилоиды. Спасибо. Ваши вопросы. Большое спасибо, Алексей. Пожалуйста, вы можете задать свои вопросы. Для этого поднимите руку, и к вам подбежит специально обученный человек. Пожалуйста, Павел. Спасибо большое. Так долго бежал, что прям подмывает сказать вопросов нет. Алексей, спасибо большое за доклад. На самом деле, первым выступать очень сложно. Наверное, можно еще раз поаплодировать и за смелость, и за отвагу, и за прекрасное выступление. У меня на самом деле простой вопрос. Научная работа, достаточно серьезное исследование, куча фактов было предоставлено, ссылки на научные статьи, был получен весьма железобетонный довод, доказательство теоремы, будем так говорить, какие-то аргументы, мы доказали, что люди — это рептилии. Что дальше? В этом смысле нельзя же на этом останавливаться. Но какие вообще у вас планы на развитие этой теории, что вы будете делать с этой информацией? Не, ну планы стандартные. Сейчас как раз в июне проходит конкурс РНФ, я пишу грант и буду продолжать исследование. Да, в этом смысле... Ну, возможно, на уровне, опять же, каких-то рекомендаций, если люди все-таки это рептилии, то можно еще попробовать копнуть куда-то в сферу законодательства, поскольку у нас в Российской Федерации есть права человека, а есть еще права животных. Значит ли это, что после доказательства вашей теории часть законов, которые связаны с правами млекопитающих, можно применять в том числе и на людей? Я думаю, что недавний закон, который планируется применить про отлов собак с их убийством, можно будет применять также к рептилиям, после того, как будет установлена их связь с животными, ну то бишь с нами, людьми. У меня нет больше вопросов, спасибо. Это очень серьезное намерение. Пожалуйста, кто еще хочет задать вопрос? Вот, можно? Да, конечно. У человека свой микрофон, пожалуйста. Где-то там были. Где-то сверху, там рука, в середине. Вот сейчас на Западе набирает популярность такое движение, как Фури. Люди думают, что они кошки или собаки. Это как-то соотносится с вашей теорией? Вы знаете, я считаю, что это все антинаука. Люди — это рептилий, я это доказал. А вот все остальные вещи нет. Исчерпывающий ответ. Пожалуйста, вот вытянули руку. Спасибо вам за доклад. А к какой категории рептилий вы потенесли себя? Прошу прощения, еще раз. К какой категории рептилий вы бы отнесли себя и меня? Какой категории? Ну там, типа, змеи, там, не знаю, кто еще есть. Лягушки. А, не, лягушки не то. Хорошая идея. Я думаю, что все-таки ящерицы. Хвоста нет, значит точно. Иногда появляется временами. Так, вот я здесь. Алексей, спасибо за доклад. Одним из аргументов в доказательство своей работы вы привели то, что 12 миллионов американцев считает то, что США управляют рептилией. Вот, вот скажите честно, вы верите американцам? Ну, вы знаете, с учетом того, насколько разница американская наука, я думаю, как раз этот факт, вместе с предыдущими доказательствами, которые приведены мною, доказывают, что это правда. Но, понятное дело, люди не считают, что они рептилии, но это временно. Люди не знают, что они обезьяны, хотя мы обезьяны, это просто тоже факт. Так что, все в будущем. Спасибо вам, я верю больше, чем американцам. Итак, еще у нас есть время для последнего вопроса. Здравствуйте, Алексей, спасибо за доклад. Вот вы говорили про пять стадий принятия, и что человечество как-то потеряло хвост. А как долго оно проходило эти пять стадий, когда уже наконец-то смирилось, что хвост не найти? Потеря хвоста, пять стадий. В какое время, в течение которого терялся хвост, установить точно невозможно, потому что нужно смотреть, когда произошла мутация в гене бесхвостности или брахиури. Это сложно сказать. Но я могу точно совершенно сказать. Перед тем, как делать этот доклад, я немножко погуглил, и пять стадий являются антинаучным мифом. Они не основаны на экспериментальных данных и не являются наукой. Несмотря на их присутствие как в психиатрии, так и в культурном, не знаю, обществе, культурном сознании. Спасибо. И коротенький вопрос. Вот потеря хвоста является, так сказать, причиной прямохождения. А связано ли это с тем, что мы старались его найти, став выше? Найти хвост. Ну, все-таки часть себя. Ну, вы знаете, я думаю, примерно так было. То есть сначала, когда мы ходили на четырех лапах, мы потеряли хвост и начали искать-искать. Но постепенно мы разочаровывались в себе и уже не думали, ну ладно, перестанем искать, и вставали как бы. То есть нам уже не нужно было постоянно так смотреть. Ну и зрение улучшалось одновременно, да. То есть это постепенный процесс. Большое спасибо. Проводим Алексея Мензорову бурными аплодисментами. Проводим Алексею Мензорову бурными аплодисментами.